Ровно 10 лет назад Виктория познакомилась с такой игрок, как шахматы. Еще в первом классе любовь к ней привили бабушка и мама. Правда, на высоком уровне они не играли, хотя у мамы и был второй разряд по шахмата. Сама Вика в 9 лет стала самой юной кандидаткой в мастера спорта в Алтайском крае. Сейчас ей 17, она планирует попасть в сборную России и получить наивысшее звание в шахматах. У меня самая главная цель это отгрессмейстер, как я уже сказала. Ну и просто играть в шахматы, заниматься своим любимым делом и развивать этот вид спорта, как в моем городе, так и во всей стране. Шахматисты Анатолий Карпов и норвежец Карлсон Магнус – два кумира Виктории. Смотря на их партии, она выбрала атакующий стиль игры – зажимать и давить соперника. Это позволяет сократить ходы конкурента. Видно было, что девочка стремится, как губка все впитывает все знания. Есть и характер, и трудолюбие, упрямство, так по-хорошему. И достижение только высших результатов, то есть только на победу играет в каждой партии. Поэтому результаты и пришли. В тренировочном процессе спортсменка часто смотрит игры других шахматистов, разбирает и решает различные задачи. По словам Александра Долгова, Вика всегда играла только на победу. В классе втором, третьем пришли какие-то уже результаты. Начала выходить в тройку, занимать какие-то места. И это меня так сильно увлекло, что я до сих пор играю в шахматы. Сейчас Виктория занимается с другим тренером в режиме онлайн, но с Александром часто ездит на соревнования. И он заметил такую закономерность. Если на турнир отправляется первый тренер и мама, то ниже третьего места спортсменка не опускалась. После бронзового первенства России недельный отдых, а дальше вновь тренировки. Предстоит подготовка к июньской высшей лиге среди женщин. Там по традиции играть только на победу. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.